Звук от мотоцикла – сила отбойного молотка. Так делаются отверстия в асфальте. Причем специально. Две минуты работы керноотборника и есть результат. Из асфальта достается цилиндр. На языке дорожных строителей его называют керн. Образец асфальтно-бетонного покрытия. Сверху слоя получается. После чего делается акт отбора проб на него. И, как я говорил, уже отправляется в нашу лабораторию для испытания физико-механических свойств. Причем на одном участке берется сразу четыре образца. Их проверят на состав, плотность и насыщенность. Здесь же дорожная лаборатория из Оренбурга измеряет уровень асфальта и светоотражаемость дорожных знаков. Данный участок был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его длина – 1800 метров от Мамадышского тракта до улицы Тыныч. Ширина – 7 метров. Раньше дорога по улице Магистральной в советском районе Казани была шириной всего от 5 до 6 метров. Здесь также установили бордюры, 286 дорожных знаков и обустроили 7 искусственных неровностей. Капитальный ремонт длился три с половиной месяца. Для дорожников такая проверка, по сути, экзамен. Участок был довольно-таки непростой, потому что на дороге были выявлены лаборатории причины просадок земляного полотна. Грунты не соответствовали. И на этих пяти участках нам пришлось выбирать этот непригодный грунт. Искусственные ямы дорожники должны залатать в тот же день, когда делается отбор проб. Результаты будут после анализа в лабораториях. Всего же в этом году в Казани по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируются 11 улиц. Салават Ухмадолин, Амазия Динов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100.